Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Не знаю, как вы придумываете себе меню на выходной день или на праздничный стол, но у меня чаще всего происходит дело так. Я листаю инстаграм или ленту фейсбука и мне периодически попадается какая-нибудь аппетитная картинка. И тогда я, не заглядывая под картинку, не углубляясь в рецепт, начинаю придумывать, как бы мне получить теми средствами, что у меня есть, такой же результат, как на картинке. Так интереснее, чем тупо следовать чему-то рецепту. Короче, сегодня именно как раз такой случай. Я собираюсь приготовить жаркое из картошки, белых колбасок, сладкого лука и шпината. Колбаски, конечно, для начала придется сделать. Вчера попросил в магазине прокрутить фарш из полужирной свинины. Сейчас я его пробью в измельчитель со льдом и пряностями, чтобы получить эмульсию. Вот в этой чаши измельчается, превращается в эмульсию за один раз не более 500 граммов фарша. Поэтому все будет происходить частями. Но в состав сегодняшних колбасок я хочу включить еще и лук. Поэтому предварительно его почищу и нарежу под мясорубку. Заранее это сделаю. Для того, чтобы эмульсия из фарша не распадалась при тепловой обработке, нужно от начала момента измельчения до окончания набивки поддерживать температуру фарша не выше 12 градусов. Поэтому я и сначала подготовил лук в результате готовой эмульсии. Не придется ждать в теплой кухне и нагреваться, пока лук начищу и отправлю его на мясорубку. Лед у меня крупный, поэтому надо его предварительно измельчить и только затем добавлять в фарш и соль. Вот такая эмульсия получается. Вот так частями переработаю весь фарш. Здесь у меня перец, мускатный орех, зелень петрушки и еще цедру лимона сюда нужно. Ну что, эмульсия готова. Теперь набивка. Набивать буду при помощи китайского колбасного шприца с Алиэкспресса. Если забуду оставить ссылку в описании, напомните в комментариях. Исправлюсь. Это мне натуральная свиная чрева. Я ее предварительно замочил в прохладной воде на полчаса примерно. Регулярно меня спрашивают, какой шприц удобнее. Вертикальный или горизонтальный? У вертикального есть вот такое вот колено, где остается после набивки довольно много фаршемассы. И ее после набивки вынимать, что в колбасу не влезло, замораживать. Когда наберется много таких остатков, готовить из них мясной хлеб. Либо из этого колена приходится руками в цепку фарш проталкивать, что, мягко говоря, не очень удобно. У горизонтального шприца такого колена нет, но горизонтальным не так удобно жидкие эмульсии набивать. Короче, выбирайте на свой вкус, кому что нравится. Набиваю совсем не плотно, чтобы перевязками сделать колбаски покороче. Колбасок навертел. Теперь их нужно отварить в воде при температуре 80-85 градусов до достижения в центре каждой колбаски температуры в 70 градусов. После чего хранить в холодильнике неволе двух суток. Ну, либо после отваривания заморозить. Тогда храните уже сколько вашей душе угодно. Вода пусть греется. Пока приберусь. Картошка у меня с очень тонкой шкуркой, поэтому даже чистить ее не буду. Соль обязательно. Вода закипела, можно колбаски класть. Она сразу же остынет, колбаски-то прохладные. Тогда можно будет довести температуру до 80. А пока отправлю в духовку картошку. Верхний жар с режимом конвекции. Температура 200. Напомню, что хотел еще и шпинат использовать, но это в самом конце. Чтобы он вкуснее был, надо его приправить оливковым маслом и лимонным соком. Термометр у меня тоже с Алиэкспресса. Мне очень удобен. Причем удобен в первую очередь тем, что имеет сразу четыре термощупа. То есть, я когда, например, в духовке колбасу готовлю, то одновременно могу видеть, какая у меня температура, допустим, в нижней зоне, в верхней зоне и в колбасках. Если колбаски разного диаметра, то еще и в каждую втыкаю по термометру. Короче, очень удобный контроль. К тому же он по блютузу и телефон передает. Нет нужды около духовки торчать во время приготовления. Мне удобно, короче. Готовы колбаски. Надо же попробовать. Вот эта рецептура белых немецких колбасок, в которых нет нитрита натрия, поэтому вот этого привкусовичинности стандартного сосичного нет. Но присутствует цедра, поэтому легкая кислинка такая, и вот эти колбаски, они хороши именно когда в бульоне подаются. Я обожаю. Не знаю как вы, просто обожаю. Такие сочные, такие нежные, такие классные. Просто супер. Сказка. Минут через двадцать картошка запечется. Немножечко колбаски тоже слегка-слегка подрумянится. Я добавлю шпинат. 3-4 минуты еще под верхним грилем и все. Можно будет садиться за стол. Вот такой натюрморт у меня получился. Печеная картошка, сладкий запеченный лук, ароматнейшие колбаски, очень сочные. И шпинат с такой легкой-легкой кислинкой лимона. Обожаю. Не убавить, не прибавить. Ну и печеные картошки обязательно со шпинатом и обязательно со сладким луком. Красный лук сам по себе сладкий. При запекании всякая, даже легкая горечь ушла. Сладость сконцентрировалась. Аромат обалденный. Печеные картошки. Классный-классный совершенно вот шпинат. Я просто так вот отдельно шпинат. Ну, честно говоря, к нему равнодушен. Но в таком вот виде, когда надо слегка-слегка его припустить, с лимонным соком, с солью, оливковым маслом, мне очень нравится. Надеюсь, понравится и вам. Короче, пробуйте и наслаждайтесь. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока.